здорово земляне 18 апреля город салават башкирия местное время где-то 8 утра я с ордом вышел гулять ребят сейчас я вам хочу показать пару видосиков которые друзья прислали из китая спасибо вам большое привет китаю привет пекину что в этих видео вы увидите я попросил в общем чтобы они поснимали немножко небольшие видосики и показали как китай сейчас выходят из эпидемии коронавируса потому что сейчас китая все начинает открываться китай буквально три месяца был на жестком карантине это не то что у нас творится ребята и благодаря этому китай победил побеждает так скажем к вот эту эпидемию так что ребята внимательно посмотрите спасибо большое друзьям которые прислали мне видео очень рад ребята внимательно посмотрите соблюдайте режим самоизоляции это не шутка это это очень серьезно и очень главное соблюдать режим итак смотрим здравствуйте дорогие подписчики радмиром радмир привет меня зовут ольга я уже около четырех лет проживаю в пекине сейчас являюсь студентом и начало эпидемии я встретила именно пекине я никуда не вылетала с конца января я нахожусь здесь почти три месяца у нас карантин самое важное что хотелось бы вам сказать почему почему не стоит выходить потому что данный вирус он живет на улице не бесконечно конечно же он умирает при температуре плюс 56 градусов до этого нам ждать не приходится но также он умирает и самостоятельность у него нет носителя он умирает на металле находится дольше всего по моему около 12 часов на других поверхностях не так много в китае например у нас ежедневно обрабатывают ездят машины ездят отдельно люди даже вплоть как сопрыскивают рельми как на огородах уничтожают паразитов то есть у нас постоянно идет уничтожение я не уверена что в нашей вашей стране то же самое происходит мне кажется никто не будет тратить такие огромные средства на уничтожение вируса вы можете помочь себе только сами то что будете оставаться дома протирать дверные ручки выходить на улицу соответственно защите в том числе обязательно руки в перчатках это очень важно потому что вы трогаете дверные ручки любые предметы на улице и потом не занося домой эти перчатки выбросить так же как и маски лучше все-таки использовать одноразовые и это действительно не шутки если кто-то не верит что я живу в китае я думаю радмир досылку на мою страницу и вы можете зайти и увидите действительно в течение этих месяцев я оставляла новости практически каждый день и там у меня есть даже вот от самого начала stories и которые специально сохранила по и просьбам моих подписчиков сам начал чтобы можно было просматривать это все не шутки действительно люди умирать больших количествах были знакомые мои из россии которые были знакомы с людьми из ухани те подтвердили это не фейк это не раздувание новостей к сожалению эпидемия настоящая и я вас призываю все-таки соблюдать правила потому что берегите себя никто не убережет вас кроме вас на самом деле низ оптимизм это очень хорошо я сама очень много шутила по этому поводу но тем не менее маску перчатки всегда носила берегите себя вы еще нужны своим близким себе мы это все переживем выставим пожалуйста терпение и защита я часто спрашивают как вы там живете в своем китае во время эпидемии маня как ты живешь нормально лучше сто раз ой один раз увидеть чем сто раз услышать мы едем по нашему компаунду уже все цветет и пахнет некоторые в маске детям без масок знака в маске вместе с хозяином приехали в магазин за продуктами салон красоты работает все работает магазины открыты а народу никого доставка еды махерская за 5 юаней леденец 5 юаней и подстричься 5 юаней что жизнь китае налаживается вирус побежден все радуются жизни вы тоже желающие пахнет жизнодичь мы и мы и мы . мы 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 Саня, здорово! Здорово! Закрыли выход. Маш, привет передавай. Давай. Девочка хочет. Девочка хочет. Ты должен, Маш, попробуй. У Маши перчаток нет. Спасибо. Девочка танцует. Тут же описывается. Вкусно? Да. Настраивает мордушу. Будет ловить. Наш день подходит к концу. Вечереет. Солнце заходит. Радмир, тебе привет из Пекина. Мы хотим тебе показать, как китайцы победили эпидемию коронавируса, которая на данный момент здесь уже практически закончилась. Люди в Китае на протяжении двух месяцев практически вообще не выходили на улицу. Было абсолютно пусто. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Везде на каждом шагу по сей день у тебя замеряют температуру. Будь то продуктовый магазин, парикмахерская, ну и само собой метро. Чтобы попасть в любое общественное место, нужно также заполнить мини анкету, в которой записать дату, имя, номер телефона и свою температуру. Почти все входы в метро оснащены приборами, которые выводят на экран температуру твоего тела. Это лазерный или инфракрасный термометр. Вход на территорию компаунда, или по нашему это называется жилой комплекс. Все жилые дома в Пекине находятся на территории своего компаунда, территория которого всегда огорожена забором и как правило есть два входа. На время карантина открыт только один из них. Выходя и заходя на территорию компаунда, нужно показать пропуск, подтверждающий, что ты тут живешь. Если ты там не живешь, вход запрещен. Абсолютно все люди на улицах Пекина ходят в масках. Здесь всегда. Если вдруг я попытаюсь снять маску на улице или в общественном транспорте, не только госслужащие или работники, обычные люди сразу же просят ее одеть. Они очень ответственно относятся к мерам предосторожности, которые предприняты для борьбы с вирусом. Только благодаря этому они его победили. Я не хочу никого напугать или посеять панику. Если ты примерно мой ровесник, не дай бог, если ты заболеешь, твой иммунитет с этим справится. Ты же не хочешь болеть и лечиться. Также ты не хочешь быть распространителем этого вируса. Я очень настоятельно рекомендую ближайшие минимум два месяца Не выходить на улицу без маски. Двигают массовые скупления людей. Это важно, это необходимо, это стоит понимать. Родителей, бабушек и дедушек заставьте сидеть дома. Позаботься о себе уже сегодня, о своем здоровье, о здоровье своих близких и окружающих. Не жди неделю, максимум 10 дней, когда станет понятно, что в Украине количество инфицированных уже измеряется сотнями либо тысячами. Добрый день, меня зовут Олеся Духович. Я родилась и жила в Актюбинске. Уже более 30 лет я живу в Италии. В Италии я работаю медсестрой. Наша ситуация очень тяжелая. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не нужно больше мертвых, не нужно больше заболевших. Дело в том, что этот вирус очень-очень быстро переходит от человека к человеку. Дело в таком году. пожалуйста оставайтесь дома берегите себя пользуйтесь масками когда вы ходите из дома пожалуйста передайте это видео своим друзьям знакомым желаю вам всего самого лучшего